итак здравствуйте мои милые прекрасные барышни мы с вами начинаем наш сегодняшний мастер-класс вебинар который посвящен нестандартной обычно для нас теме теме того что не в моде обычно наш мастер-класс наши мастер-классы посвящены тому как быть модной но жизнь такова что не всегда достаточно привнести что-то модное свой гардероб очень часто нужно из него удалить то что гарантированно помешает вам быть красивой быть современной и сегодня мы с вами именно про это и будем говорить рада приветствовать наших прекрасных барышень сейчас должна загрузиться картинка вот вам моя фотография кто меня не видит вдруг я улыбаюсь точно также так что есть это у нас кто первый раз на таком открытом мастер-классе в принципе то первый раз принимает участие в наших обучающих или развивающих каких-то онлайн-тренингах есть да вот екатерина марина анастасия чудесно есть если кто в первый раз замечательным тогда я вам расскажу ну про меня тут написано что я мечте лист руководитель и мечту и стилистика что я сертифицированный бизнес тренер создатель школы стиля и сегодня обычный мастер-класс у нас и сегодня по той же схеме идет я даю вам какую-то информацию у нас есть возможность я специально даю время задать вопросы если вы задаете вопрос в течение того как я рассказываю я просто не могу одновременно и рассказывать и отвечать чат убегает я их просто не вижу поэтому не обижайтесь просто задайте вот тогда когда есть на это время я вопросы по возможности отвечаю вопрос предполагать что имеет отношение к теме обучения а сегодняшнее наше обучение соответственно про то что носить надо нужно выбросить это не совсем и не всегда так супер категорично но все-таки важно понимать что девушки все очень разные кому-то идет одно кому-то идет другое но в целом есть такие вещи очень переключу перейдем с вами есть такие вещи которые сейчас уже не актуальны понятно что все девушки которые вас окружают делятся на основные категории это авангардистки это новаторы это большей степени консерваторы когда мода только-только прошла на показах и еще никто не носит и какие-то вещи большинству кажется диковатыми их носит небольшой процент девушек прям в чистом виде прям максимально ярко те для которых произвести впечатление гораздо важнее чем быть понятой или быть красивой с общественной точки зрения это как раз те кто любит больше авангардные идеи постепенно эти идеи проникают массы их начинают носить девушки те которые новаторы которые в окружающей среде выглядят модными штучками но при этом они следуют все таки за вот этими авангард настроенными барышнями и замыкает это все да у нас более консервативно настроены леди девушки женщины то есть те кому нравятся более устоявшиеся вещи те которые носят уже большинство те на которые точно никто не посмотрит косы те которые точно гарантированно встретят одобрение но это не значит они одеты старомодные ты знаешь что они одеты более консервативно более классические иногда нам это кажется но независимо абсолютно от того какой категории вы относитесь старомодном выглядеть не нужно никому и есть вещи которые находясь в гардеробах или когда я вижу девушек на улицах я понимаю что они их не выкинули вовремя и либо не подумали о том что их надо просто вовремя отдать выбросить избавиться от них и соответственно они попадают в категорию как раз их нужно убрать потому что они категорически разрешают образ то есть крайне сложно построить модный образ имея эту вещь в своем гардеробе крайне сложно не значит не обход не невозможно крайне сложно значит что в какой-то ситуации одной двух максим пяти из ста образ этой вещи может быть очень крутым или очень фанки да очень смешным очень эмоционально цепляющим очень каким-то подходящим для какой-то узкой категории специализированных вечеринок или чего-то еще в этом роде но для большинства образов не ломая голову и не используя какой-то супер стиль вам будет достаточно непросто быть стильной имеет увечку в своем гардеробе и так как я регулярно занимаюсь разбором гардеробов анализом их так как я регулярно вижу прекрасных барышень которые приходят учиться в школу стиль да и просто ходят по улицам поэтому я решила сделать мастер-класс для того чтобы даже если вы не хотите быть супер модные а достаточно консервативные сдержаны чтобы все-таки не повторяли вот этих достаточно жестких и грубых ошибок какие-то вещи вы увидите и скажете да неужели есть те кто их носят или неужели вы их видите в гардеробе да носят вот все вещи даже достаточно странные поверьте я их видела прямо вот в течение прошлого месяца месяца то есть не года месяца вот прям и какие-то вещи вам будут казаться еще достаточно свежими особенно если вы консервативного склада то есть вы ее только недавно еще купили а мода оказывается уже уехала понятно итак мы с вами потихоньку начинаем сейчас я перегружу новую страничку у меня появится надпись 10 вещей которые портят все у меня большая просьба написать видна ли вам картинка появилась ли у вас прекрасная вареная мини юбка видно и слышно все чудесно и так вещь которая есть гардеробе наших модниц это короткая юбка которая выполнена из вареной джинсы чем эта юбка плоха ну чем хорошо понятно она сексуальная она короткая она облегающая она позволяет девушке которые ее надевают чувствовать себя секси секси ох чем эта юбка плоха ну во первых она вышла из моды сейчас тенденции не на восьмидесятые с которыми она ассоциируется вареная джинса в общем-то в нашу страну пришла именно восьмидесятые когда не было возможности у многих ее настоящую джинсовую вещь купить и имитацию вареных джинсов делали с помощью подручных средств при помощи отбеливателя при помощи пензы пензы и из различных различных материалов и соответственно эта юбка неплохо совершенно вписывается в эстетику стиля восьмидесятых очень классно смотрится и больше того она три года назад прям была популярна но тут будет много вещей которые как раз были популярны два-три года назад причем горячо любимы массами вот если какая-то вещь горячо любима массами значит через какое-то непродолжительное время год-два спустя она будет этими массами также горячо не любима вот такая мини юбка относится именно к этой категории частным случаем этой мини юбки у нас является мини юбка просто джинсовая то есть это все относится туда же но чем тоже эта юбка плоха вот вот как раз если варенка есть не может быть не у многих то джинсовая мини юбка есть в летних гардеробах большинства и девушки как говорят я буду носить на курорте но нужно понимать что во первых она не относится к категории модной во вторых она хорошо смотрится на стройных девушках не просто стройных а у тех которых вот эта верхняя часть бедра изящная в противном случае бедро становится существенно шире потому что ты в этой юбке доминирует горизонтально она больше как бы широкая чем длинненькая то есть на ногу режет и расширяет безбожно а очень многих даже молодых девчонок верхняя часть бедра не самая стройная то есть вы не самую стройную часть показываете во первых делать ее самой выразительной а во-вторых ее еще и расширяйте то есть она должна быть очень классной в третьих посмотрите на девушку пропорционально у нее очень короткие ноги очень длинное туловище то есть это тоже очень сильно портит женские пропорции дело в том что длинное туловище короткие ноги воспринимается со стороны как более мужской тип сложения женщин исторические как бы и физиологически более длинные ноги в принципе и когда мужчина видит такую барышню то есть там должна быть очень хорошая попа у нее до чтобы это все перевесил вообще все недостатки которые здесь есть но так как девушки в таких юбках до сих пор продолжают получать внимание от определенного типа мужчин особенно когда речь идет о набережной или когда речь идет о прогулках на ну там да на морском где-то побережье то девушки продолжают их любить то есть вещь эта вышла из моды достаточно ну вот год назад точно уже совсем прям даже если о джинсовой мини-юбке говорить интересные луки с ней сделать какие-то можно но придется приложить очень большое количество стараний поэтому джинса сама по себе у нас будет в тенденции обязательно но не в таком ее виде понимаете вот это вот крайняя степень ее проявления которую не очень рекомендуется лучше заменить чем-то другим вариантов чем заменить огромное множество это даже не менее это микро следующая тема которую я встречаю в гардеробах при разборе наверное в процентах 70 если честно это так называемая офисная рубашка то есть эта рубашка которая есть гардеробе прекрасной барышни она обычно сделана из держащего форму держащего материала которая часто смешан хлопок с синтетическими добавками очень часто она имеет вкрапление в виде таких поблескивающих каких-то полулюрексовых волокон или очень дешевую полоску вот такие рубашки мы начали покупать где-то в 90-х годах когда появил ну когда на рынках появилось то что называется этот офисный стиль да более-менее и некоторые марки по моим личным ощущениям продолжают вот как начали в 90-х эту модель выпускать вот как на фотографии вот они ее продолжают делать она топорщица она очень странно сидит всегда на фигуре она выглядит но она стоит обычно недорого но выглядит еще дешевле частным случаем этой рубашки является офисный вариант который называется еще хочу выглядеть немножко женственно я же не только работник я же еще и женщина и вот такая вот рубашка который еще в фильме служебный роман вот из про нее может сказать тоже говорили что стицы в жутких розочках вот там она не про рубашку шла речь здесь на сети в жутких воланчиках воланы в той или иной форме тоже входят в моду но они никогда не смотрятся хорошо на дешевой блузе из полу полиэстрового волокна вот это мелкие воланы создает ужасную суету обычно у них обработанный в нахлёст край вот этот вот который ни к необработанному краю не к нормально обработанному не имеет отношения он где-то между ними плюс вот у блузы которая здесь на фотографии еще очень неудачный крой девушка в ней то есть теоретически она должна была бы быть более стройной практически она кажется слегка беременной то есть этот вариант тунички которая под грудью отрезная а дальше присбаривает она не скрывает животик даже если вы надо скрывать живот скрывает более прямые складки а вот эти добавляют любой девушке как какая бы она ни была поэтому если вы не хотите казаться реально живота стой да еще и очень дешево такого типа рубашки стоит держаться в офисной подальше потому что это реально тема которая портит все и она продается все эти вещи можно купить вот все фотографии я взяла из интернет магазин в подавляющее большинство ну вот а это конечно апофеоз совершеннейший вот этой офисной рубашки это смесь первого и второго типа ни одна из них девушку современную не украшает какую бы наимоднейшую юбку вы сюда вниз не взяли какие бы супер современные брюки вы бы не дополнили какими бы образ не дополнили вы всегда будете выглядеть тетенькой как это не странно как это не смешно такие рубашки в гардеробах есть почему они еще хранятся часто они хранятся у тех девушек которые более практические такие практичные вернее по своим по своему складу и если вещь не изношена как бы не выглядят поношенной они от нее не избавляются а вот такие рубашки не неубиваемые это не качественный хлопок который через сезон становится уже таким немного бы у эти выглядят бодрыми то есть они выглядят такими ну нормально как будто накупила недавно хотя чаще всего это рубашки уже много лет и она не за счет изношенности а за счет очень старомодного сочетания фактуры и дизайна нас уверенно отсылает к месту покупки я не знаю на на 100 процентах случаев когда я спрашиваю вы выдать как будто купли купили на рынке девушка говорит да там я и купила неплохо покупать на рынке здесь не в этом даже вопрос а дело в том что вы будете всегда выглядеть какой-то определенным уровнем который там это вот покупает и потом такая девушка когда работает в пенсионном фонде это тоже неплохо нехорошо как должен работать там но это не обязательно вы должны там в 20 лет сразу выглядеть как будто вам через два года на пенсию а в этом гарантированно так будете выглядеть поэтому а эту рубашку вот серьезно если еще какие-то версии применения как я говорил можно сделать смешной крутой стилизованный образ мини юбкой а джинсовый там есть как подобрать какую-то длину неплохую или иметь хорошую ножку то какая бы не были красотка невероятно эта рубашка вообще испортит абсолютно все поэтому выбросить ее не жалеючи вот понятно про это милые барышни да вот где вот кто вот пишет что у меня такая где-то лежит вот пишет елена вот она обычно действительно где-то лежит часто кстати девушки ее особо и не носят жалко что смайлов нет ну то есть редкий случай когда хочу показать что если вы ходите в офис да вот чем ее заменить это должна быть простая нормальная качественная офисная рубашка в цветах которые и под тоном который подходит к вашему цветотипу и вот такая рубашка она выглядит современной по ней непонятно сколько лет назад вы ее купили ну если она не сношена полу своему своей фактуре то есть замените на эту она не так дорого стоит тем более так как базовые вещи не попадает регулярно распродажу один раз купить это будет не сильно дороже чем вы купили вот это вот ужасная ужасную вещь которая была белая как раз угодила как я написала белая как раз надо заменить вот предыдущая рубашка вот это то есть вот эту выбрасываем вот это и заменяем понятно может быть и притально все зависит от типа фигур какая она будет зависит от вашего типа фигуры вам что-то нужно скрыть или вам нужно что-то подчеркнуть понятно если у вас живой кто не надо брать себе рубашки которые вот туго обтягивать да это по крайней мере логично может быть и прямая следующая распрекрасная тема которая называется трикотажный жилет трикотажный жилет есть гардеробе не у всех девушек а у тех которые как раз ходят в офис если рубашка предыдущая вот в них я регулярно встречаю например женщин на там детский утренник они пришли то есть видно что как бы она просто хотела выглядеть чуть более формально и хотя может быть вот ну так посерьезнее да поэтому она надела рубашку то жилет конечно девушки надевают из расчета красиво сдержанно и по офисному вот не приведи бог пишут барышни но но действительно вы не поверите но эти жилеты регулярно попадают в коллекции недорогих марок вот именно вот такие с ромбиками плотно вывязаны в 90 то же процентов случаев когда они продаются они выполнены из очевидно дешево выглядящего вот этого волокна то есть глядя на него видно что его купили за 399 рублей и это его реальная красная цена он удешевляет образ это раз он любую барышню превращает опять-таки в острорежимную тетеньку 2 он не выглядит стильно стильные жилеты выглядят категорически по-другому поэтому а еще его любят носить да вот так на водолазку полностью убивая образ вот красивая девушка выглядит ужасно да сейчас право до вас ки тоже мы с вами блеснем ну вот например да тоже здесь два моих любимых сочетания а девушки так себе большинство представить именно так себе представляет стиль кэжуал причем почему-то современный вот к я понимаю что смешно что все пишут журнал работницы и пятое десятое но если вы придете например в когда у нас там отопление еще не включили когда отопление уже отключили в банк какой-нибудь вы увидите там огромное количество прекрасных работников работниц которые сидят одеты именно вот таким макаром то есть жилетчика у них для тепла рубашечка то у них не пропускающая вообще ничего да и как это свободная пятница она характеризуется дешевыми джинсами все это ужасно разрушает образ все это давным-давно вышло из моды даже вот не хочу говорить когда поэтому жилет нужен другой либо вот типа такого жилет используется но этот никуда не будет использоваться конечно еще тысячи дешевых пластмассовых пуговиц но жилеты могут быть в тенденции и они даже могут быть интересные смешные даже вязаные даже как будто бабушка вязаная но абсолютно для других образов этот образ вышел из моды будет старить любой абсолютно дальше прекрасная распрекрасная великолепная тема у нас которая посвящена восточного типа гаремным брюкам я думаю а вот те кто пишет ужас ужас затрудняюсь сказать если все говорят что это ужас почему во первых они продаются вот это вот фото чуть ли там не новой коллекции во вторых почему они носятся кроме того что ну что эти брюки как бы больше ориентированы на модную девушку то есть изначальная цель либо это восточная какая-то практика то есть вы действительно это все и исповедуете да вам и все нравится это какие-то крупные даже не дреды а да да такие сваленные волосы отсутствие макияжа и это определенная атмосфера это естественно не современный город это какая-то эстетика востока или индии например там это все выглядит аутентично у нас то все выглядит как минимум странно второе допустим вам когда вы называете такие брюки важно с одной стороны свобода с другой стороны чтобы ничего видно не было но надо хорошо понимать что опять-таки тенденция на них прошла на то чтобы их носить а брюки продаются да я не спорю что еще раз говорю есть мероприятие но йоги просто мне очень удобно в них будет потому что вы не сможете какие-то асаны выполнить апофеозом являются вот такие фото из каталогов которые показывают что эти прекрасные гаремные брюки брюки аладдин они ну вроде как вообще прям трансформер и в пир и в мир и в добрые люди и они многофункционально поэтому вы непременно должны их прикупить вы будете носить там с мальчика как брюки а вот так вот нацепите у вас будет великолепный комбинезон да замечательно выгодная вещь в гардеробах есть так как мы с вами говорим про сезон весна-лето лето тоже будет девушки их носить будет я слезно прошу вот так вообще не носить потому что это ни уму ни сердцу да никого не украшает и все время съезжает то есть комбинезон должен быть с комбинезона вообще и ситуация отдельно да его трудно подобрать но по крайней мере если вы занимать тема подбора комбинезона должен быть красивым модным делающим комплимент вашей фигуры какой комплимент фигуре этой прекрасной девушки мы можем здесь увидеть никакого абсолютно кроме того что это еще и старомодным то есть нам это кажется некрасивым еще года три назад их расхватывали как горячие пирожки и не думали что это вообще красота красивая сказочное вообще счастье и модная красивая современная девушка увлеченная вот какими-то там идеями йоги будут так ходить и сразу всем это транслировать то сейчас и идеи йоги иначе преподносится и комбинезоны другие поэтому до живенько и так далее я про индию не спорю я щас говорю про современный мир у нас не тема как нарядиться в индию дальше обычно в категории платят для выхода когда я делаю опять-таки разбор гардероба или когда вообще вижу например фотографии из корпоративов я вижу вот такой великолепный просто образец сексуальности по мнению девушки я думаю элегантности и красоты я не думаю что все девушки которые надевают платье в котором и короткая длина и платье по фигуре и при этом декольте они все какие-то безнравственные да все какие-то не очень приличные я уверена что далеко не так большинство девушек у которых я такие платья изымаю из гардероба считает что именно так должно выглядеть маленькая черная платьица которая и в пир и в мир и в добрые люди на которые сверху можно накинуть кардиган к примеру или красивый жакет и отправиться на корпоративное мероприятие это действительно похоже платье мы с вами тоже носили в конце 90-х это нехорошо неплохо это был такой период это было такое отношение к моде это было такая такое транслирование определенного посыла и поэтому тогда это было приемлемо они были с капелькой такой крупной которая пол груди показывает они были еще короче на самом деле и нам всем это казалось вполне себе ну вот что сексуальность именно так и должна выглядеть и действительно такие барышни ну то есть такое платье девушка покупает и думаю что все как бы категория праздничных платьев для нее вообще отлично закрыта и она теперь может везде блистать и даже голову дальше не ломать как бы ко всему это есть но мы с вами сейчас хорошо должны понимать что в современном обществе все-таки в современное время во первых это вообще считается признаком дурного вкуса и такая девушка вызывает совершенно определенные эмоции если вы их не видели если у вас такого платья нет то вот скоро будет 8 марта можете отправиться на если вы вернее даже не можете если вы пойдете в какое-то общественное место вы обнаружите огромное количество прекрасных девушек которые одеты именно так ладно еще так есть у нас девушки сейчас перечелкнула это все тоже как бы из каталогов и все эти платья идут под грифом клубное платье то есть пойти куда-то например танцевальный ресторан это не каталог девушек легкого поведения это реально каталог одежды клубное платье вот то есть я нашла по этому запросу и буквально в первых там этих первых запросовых ответах будьте таким платьем всегда супер осторожны даже если вы соберете красивые волосы в пучок даже если вы сделаете очень приличный макияж без супер акцентов даже если вы не наденете бадфорта как прекрасно леди в красном вы все равно будете выглядеть очень доступно и все равно это не будет выглядеть современной если у вас есть такое платье я категорически не рекомендую носить их тем более в клубные рестораны исключением может составить очень приватный ужин с вашим любимым мужчиной для того чтобы там другая история да и уже должен иметь другие последствия то есть это то что не должно иметь продолжение следующая тема хайлоу длина подола разновеликая длина вот если предыдущий для всех было очевидно для большинства по крайней мере что так носить не надо и платье нужно заменить другим базовым нарядным платьем или просто другим нарядным платьем то с длиной разновеликой подолов вообще все не так очевидно и в принципе если вы начнете читать такие журналы вы обнаружите что очень многие говорят о том что с тенденцией у нас асимметрия подола но асимметрия сейчас подола в тенденции совершенно в другую сторону не в эту то есть если у вас есть такая юбка или если у вас есть такое платье можно сказать что она становится старомодным эта тенденция не просто нисходящая тенденция которая уже ушла то есть в этом году в прошлом году доживала последние свои какие-то моменты в этом году так уже носить не стоит я знаю что это очень удачно показывает часто ножки я знаю что это выглядит иногда очень даже мило возможно для каких-то танцевальных мероприятий и так далее тому подобное это будет смотреться неплохо в отличие от предыдущего платья она не вызывает у нас такого бурного протеста но вместе с тем это очень много носилось это очень много массово использовалось и в данный момент это смело можно сказать что тенденция то есть у нас ушла тенденция если хотите носить асимметрию она должна носиться наискосок в данном случае могу сказать куда она должна носиться но так и такие уж тем более покупать юбки платья не стоит это выбрать деньги на ветер потому что вы долго не поносите это и вам будет в этом году сезоне уже очевидно что длины другие да мода другая а вы как бы с двухлетней давности даже два с половиной лет давности все ходите никак ее не забудете да я знаю что эта тема для многих интересного уже не модно не тратьте на это деньги сэкономьте купите себе то что по настоящему будет популярным а вот это вот уже мода прошла ноги вообще отличные никто не спорит нет длинный светер не относится именно подола глазастые майки глаза сейчас секундочку глазастые майки даже когда они были в моде не были темой однозначной все они взяты тоже из каталогов то есть вы все можете приобрести прям вот сразу закончив мастер-класс чего я вам настоятельно делать не рекомендую в чем вообще цимус до этих майк по идее цимус в ироничном отношении к сексуальности да то есть глаза приходится ровно на грудь прекрасной девушки метафорически тема смотри мне в глаза работает есть привлечение внимания и в то же время можно сказать что в отличие от клубного платья я никого в лоб не завлекала вроде как это была такая шутка но во первых изначально идея была не очень удачная потому что шутка как бы из разряда плоской шутки что же очень разные бывают да а во во-вторых тема шутить на этот вот вот то что это было смешным уже проехала потому что есть такое выражение даст шутка сказано в третий раз становится катастрофой вот это тот самый случай то есть уже не смешно если вы предполагаете выражать иронию в образе то нужно использовать какие-то другие для этого выразительные средства но прекрасные глазастые майки совершенно не тот вариант который нужен у многих девушек вот вариация на эту тему в гардеробе тоже есть и они говорят на что забавно я вроде как иду в этом обычно ну допустим на работу конечно на детскую площадку я иду или иду в магазин вот так вот то есть вроде как привношу какую-то изюминку свой образ на каждый день это не изюминка вернее это изюминка давно давно протухла и от нее нужно избавиться я вам ее категорически не советую за исключением случаев когда вы хотите какой-то шоковый абсолютный эффект чтобы ну все это прошло нравились не нравится они нравились определенным девушкам то есть всегда была категория как раз авангардиста в котором это могло нравиться вот к вопросу о тем кто говорит слава богу мне не нравилось там есть очень много версий цветочки в этих местах что же могут быть расположены из той же примерно в области образа а это еще и да внимание еще и к животу и вот на предыдущей фотографии вот конкретно где у нас прекрасная вот это вот да с кошечка сфинкс тут еще а у вас всегда вы будете живота стая потому что здесь и 3d эффект поэтому но здесь тоже так продолжаем двигаться дальше выбросить это немедленно так 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 сейчас на загрузится менее неоднозначный принт который называется мозаичный принт мозаичный принт тем более если вообще говорим про что-то напоминающий мозаику то здесь таких жестких ограничений у нас не будет в разных версиях как-то интересно идущие это мозаика напоминающий какой-то арт вообще как бы без привязки к византии может быть но продавалось все в привязке именно к византийским вот этим мотивам эта тема которая выстрелила у дольче габбана была настолько растиражирована что словами писать невозможно и ее если не носили то видели все много-много раз многие девушки как раз тогда купили себе такую вещь а некоторые купили через год но уже прошло и тогда и через год то есть тема уже перестала быть актуальной мы сейчас не обсуждаем нравственные какие-то моменты изображения до икон каких-то летом святых ликов это уже остается на рассмотрение каждому здесь мода в данном случае вне границ религиозности но самое главное что сочетание мозаики вот в основном желто-красной гаммы и мягкой зеленой в сочетании либо с византийскими мотивами либо с флоральным принтом уже не в тенденции поэтому как кафель в ванной комнате но тогда это тоже была возможность юмора можно было использовать но в получше чем кошачьи глаза на груди если вот смотрите если намек на мозаику и не напоминает именно вот это византийское прочтение еще раз говорю это может быть сама по себе мозаика в других трактовках она неплоха и не старомодна но мы в свое время абсолютно наелись вот этой темы поэтому носить ее я очень не советую еще когда она как вот эта юбка варенка дает нам четкая ассоциацию с тем что это было когда-то достаточно уже давно нам кажется было модным видимо куплено было тогда и мы сразу считаем что это старомодно поэтому я не советую это носить я советую это из гардероба убрать тем более даже если мода вернется на мозаичный принт она может вернуться то она не вернется именно в сочетании с вот этой византией то есть она будет как-то по-другому это очень хорошо нужно нужно это нужно понять кто-то не успел просить платье очень красиво я не спорю я же него что платье некрасивая данном случае идем дальше так 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 мозаика нравится более у меня так чередуются более варианты приемлемые на первый взгляд и варианты которые очевидно выглядят своеобразно это тоже фотографии из каталога и вы их тоже можете купить тоже прям вот сейчас водолазская сетка находится в гардеробе повод моей личной статистике где-то 30 40 процентов девушек и это тоже на самом деле девушки неплохие то есть я не могу сказать что вот если у вас гардеробе такая водолазка вы агрессивно сексуальны далеко нет на самом деле большинство девушек к счастью не приходит на ум носить их вот какой этих прекрасных моделей из каталога на белье плюс имея достаточно роскошные формы к моему просто чрезвычайному счастью они норовят это носить под офисное платье под какой-то офисный сарафан но несмотря на то что они это пытаются как-то вписать повседневную жизнь она не вписывается это синтетическая не идущая большинству девушек старомодная вещь которая выглядит опять таки откровенно и очевидно старомодной в первую очередь даже если мы с вами исключим то что тут ну как бы конкретно этим девушкам это не подходит вообще непонятно зачем их так сфотографировали выглядит как издевательство их нельзя носить ни под что никуда их реально нужно выкинуть почему они хранятся у наших девушек гардеробах потому что во первых присутствует упорная вот эта вот мысль о том что должна быть базовая черная водолазка но когда это базовая черная водолазка из вискозы из хлопка или из шерсти или из какого-то кшемира очень даже тонкого в ней под платье жарко девушка думает ну здесь отличный вариант с сеткой вроде как и прикрыта рука вроде как и открыта рука такая проницаемая непроницаемость мол вот я нашла как бы как это все совместить но по сути получается что совмещение происходит происходит просто ужас ужасный и кроме того что они ну а еще девушки почему хранят что они тоже неснашиваемые они как те прекрасные офисные блузки которые не убиваем и просто этой водолазке то есть по виду вот если посмотреть на фактуру она вообще никак не поплохела за все годы что девушка ее носила но между вместе с тем ее конечно носить не стоит а и еще как происходит девушка например слышу что в тенденции у нас прозрачный полупрозрачной ткани а давай вообще отлично вот я и попала в тенденцию да но по сути когда мы говорим про полупрозрачность это вот как раз редкий случай тоже когда хочу показать о чем обычно идет речь это может быть какой-то элемент или это может быть двухслойная или трехслойная сетка она не прозрачная она наоборот дает вот это вот во первых она тонкая она обычно не такая синтетическая блестящая она матовая и вот она между собой пересекает дает очень красивый такой скользящий эффект либо это может быть какой-то благородный оттенок но точно не водолазка как на девушке вот в оттенках хаки то есть какой-то из слоев да но совершенно другого по качеству материала когда говорим о полупрозрачности опять-таки речь у нас не идет о том что во первых мы это плюхнем на голое тело как те прекрасные девушки либо мы туда берется внутрь если фигура позволяет какой-то концептуальный топ а как у девушки которая в черных темно-синих брюках либо это может быть достаточно драматически выразительный вариант с прозрачной например блузы да как здесь но у нее есть внутренняя тоже какая-то составляющая то есть бельем наружу девушка не ходит это как минимум не очень хорошо как максимум вы показывает ее фигур часто не самым лучшим свете то есть то как девушка видит да как она будет выглядеть вот здесь на картинке как она на самом деле выглядит мы с вами видели поэтому водолазку сетку нужно выкинуть даже если она как это состояние практически муха не сидела поэтому то есть да ее можно передавать по наследству но этого делать не надо все правильно поэтому и опять-таки нужно понимать что в основном такие водолазки девушки носят на работу а вариант полупрозрачности предполагает иное место ее применение неформальное как минимум поэтому держится таких водолазок подальше расстаньтесь с ними без малейшего сожаления они у вас превращают в непонятно что смотря кто где работает конечно да бы я обычно говорю про офис очевидная синтетика синтетика бывает очень разные причины по которым покупается синтетика тоже могут быть разными я когда искала картинки зашла на один сайт который писал про то что мы продаем платье из искусственного волокна и там были целых там десять или двадцать причин почему это здорово от того что вещь долго выглядит несношенной потому что это волокно меньше изнашивается чем натуральная до того что меньше мнется трется и там ну это какие-то еще другие варианты на эту тему действительно много причин по которым девушки могут купить синтетику более низкая стоимость да это может быть действительно дольше возможность хранить ее там да не качественный шок который через сезон может и потерять свои свои какие-то особенности особенно если девушка чуть поправить похудела швы сразу начинает куда-то уходить здесь такого не происходит но если вещь выглядит откровенно синтетической но не относится к варианту типа спорта например обычно это выглядит просто катастрофично дешево и сразу девушка выглядит дешевой раньше это было мы нормально к этому относились колготки нас были блестящие и майки у нас рубашки были блестящие и платье у нас сияли и ну просто не было другого варианта у нас мы все жили несколько иначе вещь покупали тоже в другом месте и по другим мотивам сейчас ситуация изменилась по крайней мере вещь которая выполнена не из натурального волокна и должна выглядеть очевидно дешевкой а вот блузка как здесь выглядит очевидно дешевкой полиэстер полиэстер рознь еще раз а в заре категорически редко встречаются вещи которые вот как на фотографии есть два да два сиреневых платья вот как на фотографии справа они в основном будучи поле из полиэстера выполнены выглядят как на фотографии слева где девушка полный рост то есть носить носить такое волокно или нет это выбор каждой барышни исходя из ее особенности кожи из ее в особенности потоотделения из того как как у нее бюджетно то есть из многих факторов но если вы выбираете волокно не натурально оно не должно выглядеть вот таким волшебным образом хотя казалось бы эти платья у что-то купила я купила приталенное платье прекрасного лилового оттенка да но разница очевидна то есть эта вещь всегда будет выглядеть просто не эффектно как минимум как максимум будет портить весь образ вещь которая выглядит очевидно синтетической но при этом не относится к стилям в которых синтетика приветствуется выглядит очень грустно опять-таки когда девушки вот берут платье как мы видим это может быть поясок это может быть бантик вот у нее все платье синтетическое вот у девушки если про платье говорим но не все оно сияет если мы бы у этого платья убрали вот эти прекрасные прекрасный бант и оторочку по низу да который выполнен дополнительный элемент из блестящего атласа явно дешевого явно низкого уровня то платье был не выглядело бы так страфично и плохо выглядел нормальным очень даже милым платьем ничего плохого то есть вот такие элементы которые блестят дешево это не тенденция другое дело различные виды металлизированных поверхностей которые создаются путем ламинации которые создаются путем напыления которые могут создаваться путем при плетении нити то есть то что модно но и вещь как мы видим другая да она сама по себе динамичная не есть что-то от спорта поэтому здесь это как раз уместно то есть выбирать металлизированные блестящие поверхности можно если они в тенденции то есть то что сейчас популярны либо вообще не выбирайте если в тенденциях не понимаете брать варианты в которых что-то поблескивает вроде как нарядненько как раз это будет не нарядненько дешевенько да так 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 все обсуждают что фотографии да это как интернет до и после нет я все нашла порознь сама чувство юмора прекрасная да ну на самом деле 10 вещей мы с вами разобрали но у меня еще появился небольшой блок про аксессуары я надеюсь что вам не будет скучно про него узнать не будет ведь скучно да разберем еще ну тоже даже аксессуары дополнительные вещи которые даже если вы нарядно оделись и в хорошем смысле хорошо и модно все портят да да 10 вещей не выместились если честно демень из лаковой кожи больше 70 или 80 процентов гардеробов содержит этот прекрасный демень обычно он идет в комплекте к шубе к платью к туники то есть он какое-то такое бесплатное приложение даже я скажу больше часто девушка его не носит но он у нее за каким-то надобность за какой-то висит в гардеробе то есть и когда мы разбираем аксессуары у нее таких вещей набирать таких поясочков штуки три четыре пять то есть а нормального прояса нет и на мой прекрасный вопрос да логичный вопрос а зачем вы храните если вы их не носите она говорит ну мало ли но вдруг вот нечем будет подпоясаться у меня вот он не будет такой ситуации где вот такой прекрасный пояс вот его вообще апофеоз да с резинкой сзади и крупной обычно стразовой декорированной какой-то пряжкой спереди вам понадобился этот пояс в не нами кажется в 99 процентов выполнен из искусственного лака и какая бы мода на лак не приходила он обычно крайне странный старомодно смотрится на вещах современных больше того он старомодно выглядит уже лет пять вот не меньше но по тому что девушкам вроде как они понимают что у нее должен быть пояс должен быть и вот этот пояс он бесплатный вот эти два момента соединяются у нее в голове и она бы не выбрасывает его нужно выбросить то есть вы редко найдется какая-то вещь кроме стилизованной вечеринки привет 80 где бы вы могли бы блеснуть и он бы был бы уместен то есть не на шубу он не подходит то есть пояс должен быть другим он должен выглядеть достойно аксессуары должны быть достаточно высокого качества да вдруг если какой только стилизованная вечеринка зачем такие производят я не знаю у меня нет ответа на вопрос я думаю что у меня есть предположение я предполагаю что когда девушка в магазине видит базовое платье она и кажется скучновато когда к нему прилагается бесплатный яркий пояс она думает ну вот можно и аксессуарами как дополнить будет ничего так и покупает то есть возможно стимулирует покупку производители видят что платье без пояса хуже продаются чем с поясом и вот эти пояса прекрасные они делают на самом деле некоторые девушки их носят особенность те кому вообще противопоказаны широкие яркие пояса вот они обязательно их надевают более-менее девушки которые раздумывают над тем что надеть на себя они конечно их хранят но не носят следующая как раз про качественные аксессуары продолжаем тему поддельные бренды но отдельная вообще вещь какая-то это конечно же возможность придать себе статуса которого по какой-то причине в себе девушка не ощущает они продаются они носятся они покупаются из очень часто в гардеробе они имеются как это не печально и как это не грустно вещь которая не настоящая и имеет лейбл настоящие вещи не модная интерпретация там зарой последней коллекции какой-то да какого-то бренда а именно вот как есть сумка шанель или сумка dior они всегда разрушают образ может показаться что там умные девушки так не делают но я знаю как минимум человек пять вот просто одна вскидку даже не задумываясь который смело выкладывать такие фотографии в интернете сумки купленные на китайских сайдах или в каких-то закупках и при этом они выглядят за печально если нет возможности дать себе придать себе статуса не надо делать это таким образом на частном случае допустим сумку девушка обходит стороной но вот прекрасные шарфики на которых есть очень четко выраженный лейбл известный обычно девушки покупают больше охоты ну во первых он стоит дешевле во вторых вроде как знаете девушка думать ну вот никто не заметит это же нейтральный шарф нейтральный ко всему плантин ко всему подойдет ко всему подойдет куплю тем более цена достаточно приятная не надо делать такую ошибку потому что это тоже выглядит всегда дешево это выглядит дешевле чем есть на самом деле это как будто вы очень бедная но очень завистливая и очень хотите быть богатой и поэтому вынуждены купить вот такую вот ненастоящую вещь и носить ее то есть это желание доказать всем всегда выглядит очень грустно и всегда все портит то есть даже бывает у девушки красивый платье над купила такой палантин купить себе нормально но он им да и носите такой палантин конечно же нужен но не нужно брать его с лейбл и вот смотрите смотря на сколько под да под под барбарой например у него должен быть не выражен тогда стиль то есть он не должен создавать ощущение что вы его именно там купили но он не оттуда то есть когда они сделаны под что-то то есть модная интерпретация например взята форма у сумки или рисунок у шарфа но он сделан совершенно иначе но другая отделка какая-то другой размер другие детали то есть модно переработано вот это вот как раз что называется какая-то марка вдохновилась и сделала тот же самый мозаичный принт платья одни одно дело когда они были откровенно подделками под дольче габбана и девушки их покупали там за 2 200 3 500 а другое дело когда этот же принт но который действительно косо идет как-то лихо закручен как-то перемешан с другим то есть вот это было совсем другое дело то есть это была тенденция подхвачена брендами более низкого уровня но подано под другим соусом понимаете это они уже вдохновились что мешать вдохновиться да и сделали что-то своем так из такой же ткани была встречена в золе а да и не только там еще была юбка похожим из похожей ткани действительно такое бывает но я бы здесь очень осторожна качество ткани бывает часто разное качество швов то как садится разное то есть если у вас есть хорошая вещь которая вдохновлена каким-то брендом то есть чем-то в каких-то деталях неуловимо его напоминать но именно неуловимо это одно дело когда на вашем шарфе стоит логотип бренда которыми вы не иметь отношения это не очень хорошо так 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 даже не задумываясь пришла надо смотреть на такие рисунки страсти по репликам вот это ты вот потому такой покупают подделки вариант да нет не надо говорить что все настоящее следующее и так будет понятно что это настоящее если настоящие следующее платок из блестящего полиэстера вот вещь она хранится тоже так же как и прекрасный шарф ой прекрасно простите этот ремень в гардеробе тоже наверное процентов 80 девушек 80 гардеробов всех я не знаю девушек да у тех которых я разбираю непременно имеют такой восхитительный аксессуар часто он не подходит этой девушке по цветотипу часто еще что нибудь куплен давно но тоже причина та же он не сношен выглядит вот просто практически новым а то что он выглядит очень дешевым и таким бабским по другому не назовешь оно конечно девушку вроде как смущает но она все время думает ну вот я куплю себе какой-нибудь нейтральный да там плащик и вот у меня будет много платочков я все время буду разная с такими шарфик с такими платочками вы разными не будете вы будете все время в одном диапазоне тетенька которая носит разные платочки вот такой поток если у вас есть его просто нужно убрать это платок из моды вышел даже лет десять наверное то есть это платок в котором есть он бывает разных цветов цветочный крупный принт при этом он и дешево полиэстера но у него еще к тому же есть блестящие вот эти полосы любую девушку и любую женщину делает старше на 20 лет а девушку на все 35 пожалуйста его не хранить не понадобится он вам если это память столько я не знаю какая супер-пупер в остальных случаях это вещь которая которая просто некрасивая и и ужасно и он тоже не снашиваем они все выглядят как новые и когда я говорю девушкам что по какой причине нужно с ним расстаться девушки некоторые даже расстраиваются потому что он вообще как бы мог бы еще поноситься и ничего ему пока не было да у кого-то у мамы если у мамы такое есть тоже отберите мама как бы мама что же женщина да не обязательно дорого должно быть добротно следующий мы продолжаем тему хоть это и вишня аксессуар но все-таки на него тоже прошла тенденция сарафан или платье из платков или очень ярко выраженный платочный принт это тоже не модно это тоже мода на это уже нас покинула и оставила они тоже теперь выглядят не очень дорогими и не снизитесь надписью там без дресс например если не выраженный платочный принт и он например модной расцветки может быть но при этом и не должно быть тогда вот такого платочного края видите какой край это не тенденция это выглядит не очень красиво есть варианты как это можно вписать повседневный гардероб будущего лета к примеру но для этого придется постараться вам понадобится еще детали мы это обсудим как раз на мастер-классе по трендам что что-то отсюда может быть но чаще всего они шиты как раз вот эти сарафаны из блестящих дешевых полиэстерных платков из предыдущего пункта чаще всего если это шок если это сюда не относится прям платье сшито из качественного ну похоже да на качественный шерстяной платок аля рус это совершенно другое направление обратите внимание здесь как раз этот платок из предыдущего пункта такой тип аля парео так большое искусственное очевидно шито между собой хоп хэй ла 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 я нарядная так 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 шелк вискоза пожалуйста искусственный шелк так да от вкуса зависит не от материала никто это может не спорить слева низ может быть если белый и джинсовой курткой нет не только белый и не точно не только джинсовая куртка вариантов больше но если он у вас из дешевые фактуры то хорошо все равно не будет вот что вы к нему добавьте супер модное он должен быть качественный любого варианта к сожалению пока нет не обязательно дорого но качественное следующая прекрасная просто тема не обязательно кожаная куртка может быть бомбер модный следующая прекрасная тема которая разрушит гарантированно любой образ это черные сапоги особенно еще темный низ изделия черная юбка и телесные колготки но кроме того что это рушит пропорции это жутко старомодно все ведут нескончаемые споры по тому необходимо ли телесные колготки или это зло ужасное в любых его проявлениях независимо от того какой вы фронт какому фронту вы примкнете такое сочетание гарантировано плохо такое сочетание гарантированно не идет такое сочетание не надо брать дешево не модно как бы вы нарядно не были это будет все ужасно ходят даже в мороз да все про телевизор на ножках ходят и стильные модные богаты но так носить не надо это не кич это не эклектика и завершение завершение всего это конечно не вещь это конечно элемент прически но круглая челка даже если у вас идеальное лицо и даже если вы супер модно одеты она испортит все что можно я знаю нескольких прекрасных девушек которые были студентками школы стиля я могла живьем наблюдать они ходили бы с такой чудо челкой и они говорят что это удобно я так привыкла мне так идет и так далее и когда потом они ее сменили либо на гладкое что-то либо на современную версию потому что круглая челка она вообще-то очень разная вот эта вот версия она далеко прошла да а у нас есть густые челки не обязательно такие длинные да это тоже круглая челка по сути вот когда они сменили на что-то современное они помолодели лет на 8-10-5 там кому сколько можно было но помолодели все стали молодыми стильными современными но несмотря на то что в тенденции челки такой нет фотографии взяты из интернета сейчас вот прекрасная барышня вот девушек красивых молодых очаровательных которые ходят вот с таким на голове при великое множество никого не красит выглядит старомодно добавляет возраста и сходите если не хотите деньги тратить на обучение сходите к хорошему парикмахеру стилисту который заменит вам на что-то отрастите ее закалите я не знаю любое все что можно сделать но не носите пожалуйста так поэтому да такие челки девушки носили но они изменились те кто и встали на путь исправления поэтому да у кого потому что давно давно она такая была покороче или погуще или какой-то другой вариант то есть челка вот такая это ну вы можете очень модно нарядиться но она испортит образ и сразу вы далеко не достигнете эффект на который рассчитываете много есть вариаций я рада что все активно размышляют на тему как раз как бы ее т т т т чем бы ее заменить итак мы с вами сейчас проговорили про то что не модно и не в тенденции то есть на те вещи те вещи и те элементы которые образ разрушают гарантированно если есть возможность прям вот сегодня от них избавьтесь ну челка конечно не такая вещь которой можно избавиться прямо сейчас но по крайней мере запланируйте то как вы это измените в лучшую сторону потому что в худшую сторону измениться никогда ничего вам не мешает обычно все всегда легко скатываются в теткинский стиль а хочется чтобы все были молодыми стильными тонкими звонкими барышнями поэтому сегодня для вас еще есть у нас специальное предложение можно скачать вот если у вас наверху есть категория документы она называется вот у меня называется к списку файлов сейчас я отключусь и покажу ее там находится документ который вы как раз можете скачать там написано ну в лучшем виде у меня тут он в каком-то транслируется он как-то не очень ну по крайней мере видно что в течение суток у нас действует специальная цена для тех кто хочет узнать что же носить модно что не модно мы разобрались было много вопросов какой же лет модный а вот это я думаю носить с этим а не с этим надеть платье с поточным принтом с джинсовой или с кожаной курткой например это очевидно но ведь ее можно надеть чем-то очень модным чем-то очень крутым и выглядеть в новой эстетике очень здорово поэтому именно это мы сегодня мы с вами вернее сегодня будем разбирать 3 марта либо те кто захочет это будет живьем обучение в студии 20 февраля плюс обучение живьем то что во первых ну оно живое вы можете задать любые вопросы а во вторых можно принести свои вещи и мы с вами как раз разберем относится ли они к категории выбрать это немедленно или можно их обыграть и если обыграть то как то есть это большой плюс конечно же что можно получить личную консультацию но для всех кто не может принять участие здесь вот специальная цена всего 390 рублей подумать о том сколько вы сэкономите не купив ненужную вещь и сколько вы сэкономите купив нужную вам вещь да которая может быть одна другая там пара аксессуаров и образ заиграть совершенно другими красками и вы будете по-настоящему стильны без особых затрат всегда делается акцент на то как не просто считать показы да и взять их как они есть а на то как это вписать обычные наши девушки в повседневной жизни в свой гардероб то есть очень приятная стоимость документ можете скачать и как раз по ссылкам там перейти да те кто не нашли ни одного элемента те вообще молодцы это значит что вы по крайней мере не делаете грубых ошибок согласна но у нас есть девушки которые больше новаторы у нас есть девушки которые больше авангардистского склада те которые не боятся экспериментировать с гардеробом так как сейчас особенное значение приобретает то какую вещь вы купите потому что ассортимент в магазинах будет ограничен цены будут выше чем кто-то рассчитывал то соответственно возможно вам придется купить ну вы купите например не как до этого шесть-восемь там вещей на сезон а вы купите три-четыре но ведь ну чтобы это были очень классные вещи которые именно вам подходят именно это мы с вами будем обсуждать на нашем прекрасном мастер-классе поэтому есть ли у вас да цены уже да повысились совершенно точно а т т т т что еще да те кто оплатили участие уже ничего не нужно да у нас была да ну сейчас у нас есть спецпредложения и еще у нас соответственно сейчас я перекручу также у нас уже завтра будет занятие модного клуба как носить обувь без каблука и быть при этом красивой стильной тут тоже у вас есть ссылочка соответственно и напоминаю что тренинг красота в холода у нас до конца февраля после этого не снимается с продажи если интересует вопрос который регулярно мне задают как обыграть шубу с чем ее носить с какой обувью какую шапку подобрать или просто носить неправильно я вам советую этот мастер-класс пока еще есть возможности пока у него тоже у него хорошая скидочка получается скачать документ у меня этот вопрос уважаемые участницы просто мы тренировались вроде как все было хорошо получается его скачать так 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 да все чудесно значит он просто доступен спасибо большое и так есть ли у кого какие то вопросы кроме восхищения некоторых у кого нет вещей которые я перечислила и кроме того что кто то есть атаки вещь нашел но конечно же нам об этом не рассказывает ну в принципе правильно вы их просто уберете и все и будет гардероб по крайней мере он будет хорошо выглядеть он не будет выглядеть старомодным для большинства может быть особенно те кто консерваторы остромодные воспринимается очень осторожно с большим таким именно с настороженностью но старомодным не должен выглядеть никто ни консерваторы ни новаторы никакая независимо от возраста ага смотрю на платок и жалко выбросить гардероб мне так уж плохо выкинуть нечего чудесно ой шарфы да в коробочку дневно вебинар кому то очень удобно мы экспериментируем с временем да кому то удобно кто то посмотрит записи тоже мне кажется замечательно а подружки про жилет расскажите аккуратно говорите аккуратно валите все на меня мол того это не ваше мнение ну вот стилист говорил тогда она вас будет ценить больше нет не любой ремень с резинкой под запретом а широкий и лаковый ремень с резинкой может быть вписан в определенные образы но надо смотреть резинка дает нам накладывать определенный стиль про рубашки рубашки с грустным бантом на груди у многих есть он может быть не грустный он может быть немного ретро а вот ретро как раз смотря какое может быть очень здорово ретро у нас пока еще так держится смотря какое ретро но в целом может быть очень даже неплохо Павло-пасадские платки на голову, ноги носят, это модно, это не модно, это нормально, то есть это ближе к классическому тенденции, тенденции того, как проходит тренд у нас. Так носить можно, с павло-пасадскими платками больше важно не то, что его носят, а то, с чем его носят, потому что вот на семинаре про верхнюю одежду на мастер-классе я рассказываю как раз про это, с чем его носят и чтобы это было классно, а с чем не носят, и это получается действительно колхоз, чтобы колхоза-то не было. Тренинг будет с разбором гардероба, я не очень понимаю вопрос, тот, который в студии, там не разбор гардероба, это тренинг, в котором вы можете принести вещи, несколько по которым я дам вам объективную обратную связь, с чем ее носить или не носить вообще в новом сезоне. Разбор гардероба это отдельная услуга. Сумки такие есть, жалко с ними расставаться, охотно понимаю, очень понравился вебинар дневной. Тонкий лаковый ремешок можно, можно, тонкий лаковый можно. Угу. Подружке можно презентацию дать, посмотреть или ссылку на вебинар. Запись будет у вас, если вы сделали, выполнили условия, посмотрите еще раз вместе. Чем плох ремень на резинке? А мы разбирали, чем он плох и какой плох и почему плох. Вот конкретно тот, который разбирали, вот он тем и плох. Угу. Презентацию те, кто, презентацию, ну сам мастер-класс, запись получат те, кто, да, выполнили условия. Про все тренды мы с вами разберем на мастер-классе по трендам обязательно. Какая именно тенденция, а какая не тенденция. Т, т, т. Обучение полезно. Да, если было обучение полезным, действительно, это бесплатный мастер-класс, который я провела, потому что мне показалось, что это будет очень важно для многих. Потому что регулярно задают вопросы, показывают какие-то вещи, вопросы, ответы, которые уже не надо носить. Понимаете, все. Нет такого, куда бы вы их писали. Я подумала, что если все это обобщить, то, возможно, некоторые девушки перестанут делать ошибки. Если вам было полезно, пожалуйста, в нашей группе или на нашем сайте оставьте отзыв, хотя пару слов, мне будет очень приятно. И я буду знать, что какие-то мастер-классы бесплатные вам важны, что это вам интересно, и буду дальше их проводить. Потому что бывает, что есть вдохновение или очень много запросов, и мне хочется, чтобы девушки, конечно, хорошели. Чем больше красивых девушек вокруг, тем лучше ведь. Ага. Так. Все тогда. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего, милые мои барышни. До свидания. Да, сегодня мы поговорили про ошибки, а про то, как быть модной, как быть стильной, как быть весенней и летней без супер затрат, но чтобы у вас было много идей, жизненных идей, да, мы с вами поговорим на как раз мастер-классе по трендам. Потому что важно понимать, конечно, что задача журналов, которые вы, например, покупаете, это отработать деньги спонсоров, да, тех, кто платит им за рекламу. И поэтому там может быть много информации полезной, но много и той, которая их задача вам все-таки продать. А мы с вами будем говорить про то, как купить только то, что нужно вам. Со всеми прощаюсь. Вас обнимаю. Желаю вам весеннего настроения. Совсем немножко времени у нас до весны. Очень рада была вас видеть и вашему присутствию. Особенно рада была видеть новичков. Надеюсь, вам тоже было полезно. Всего хорошего.